Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Made in China! Я нахожусь в Шанхае! Добро пожаловать на наш канал! Я первый раз в Шанхае. Для тех, кто не знает, где находится Шанхай, он находится вот здесь. Шанхай – это просто огромнейший мегаполис, один из самых больших в мире, самых густонаселенных. Население здесь почти 24 миллиона, то есть нереальное количество людей. И сейчас я иду в парк Юйян. Я сейчас нахожусь в старом городе, здесь безумно просто красиво. Я вам сейчас покажу. Субтитры создавал DimaTorzok Блин, ребят, вот эти такие странные. Короче, подходят ко мне две девчонки и на английском спрашивают, можешь делать фотографию? Я такой, типа, ну окей, на английском. Сотографировались они и я, короче, их спрашиваю, как дойти до парка на китайском. Они мне такие говорят, разговаривают, разговаривают со мной очень долго, на китайском разговаривают. А потом такие, стоп, ты говоришь на китайском? Я говорю, эм, вообще-то мы с вами уже пять минут разговариваем. Они такие, эээ, а ты китаец? Я говорю, я похож на китайца, а не знаю. Я говорю, нет, они искренне китайцы из России. Все, ребят, я нашел этот сад. Вход сюда стоит 40 юаней. Вход платный, поэтому я надеюсь, здесь будет меньше народа. У меня уже начался приступ социофобии, поэтому я спрятался здесь в углу, чтобы заснять то, как я говорю, потому что у меня все пялиться. Это какой-то пипец. Сейчас я погуляю, посмотрю, что здесь есть интересного и покажу вам. Вообще, здесь все сделано по фэншую, то есть, находясь здесь, ты чувствуешь гармонию. Сейчас я посмотрю, буду ли я чувствовать гармонию, потому что реально мне плохо. Все, ребят, я вышел из сада. Там действительно очень красиво, мне очень понравилось, но если вы будете в Шанхае, приезжайте туда утром, потому что сейчас было очень много народу и как-то не чувствуется вся вот эта гармония. И на самом деле очень много туристов, мне кажется, очень много туристов из маленьких городов, поэтому все постепенно пялиться, особенно я снимаю на GoPro и сам с собой разговариваю, хожу. Поэтому для них, мне кажется, вообще дико, лезут в камеру, что-то говорят. Сейчас я иду на набережную Вайтань. Это самая главная достопримечательность Шанхая. С этой набережной открывается прекрасный просто вид на небоскребы, так что мне уже не терпится это увидеть. Ребят, вот я на набережной. Здесь очень красиво, вообще классно, прям нереально. Действительно очень красиво, прям, мне правда очень нравится. Кстати, ребят, 20 лет тому назад этого всего не было. Я вам покажу фотографию, как выглядел Шанхай раньше, и теперь он такой, это просто нереально. Китайцы просто молодцы. Единственное, вот меня до сих пор раздражает, мне кажется, нигде на меня сколько не пялились, сколько пялиться в Шанхае. Ни разу уж такого не было. Сзади меня вот эта вот красноватая штука, это телебашня «Жемчужина Востока». Это символ Шанхая, наверняка вы где-нибудь его видели. Высота телебашни 468 метров. И что самое интересное, она, по-моему, если не ошибаюсь, на 60 метров ниже нашей Останкинской башни. Так что в Москве тоже есть высокие здания. Я ужасно хочу есть, сейчас пойду на пешеходную улицу. Здесь где-то должна быть пешеходная улица, Нанкинская улица, по-моему, называется. Мне только что предложили секс-массаж. Вот он, настоящий Китай. Ребят, здесь очень красиво. По Шанхаю, наверное, нужно гулять часами, чтобы наслаждаться вот такой красотой. Здесь очень классная архитектура. Вообще не похожа на Китай. Мне немножко напоминает Макао. Вот, очень круто. И я все, иду к этой пешеходной улице. Ура, я дошел до этой улицы. Очень классно. Блин, в Шанхане реально огромный мегаполис. Это прям чувствуется сразу. И как вы думаете, куда я сразу пойду? В первую очередь я пойду... Да... Именно в официальный Apple Store. Все, я подошел в Apple Store. Не знаю, сколько прошло часов. Итак, Нандинская улица. Это огромнейшая торговая улица. Здесь есть множество магазинов, кафешек, ресторанов. Короче, рай для шопоголиков и для жирных. Ну, сейчас я прогуляюсь, посмотрю, что здесь есть и покушаю. Музыка. Еще, кстати, здесь очень прохладно. Сейчас 22 градуса, прикиньте. Это как в Гуанчжоу было в январе. Правда, здесь 22 градуса немного по-другому ощущается. Здесь не так холодно, но я бы сверху что-нибудь одел бы. После Гуанчжоу на самом деле это рай, потому что после париловки, которая там творится, приезжаешь сюда и такой, ооо, нигде не нужны кондиционеры. Класс. Все, я приехал в центр города. Здесь очень известная вот эта вот дорога круглая, по которой люди ходят. Это очень известное место, я всегда здесь хотел побывать. Сейчас я на нее заберусь и погуляю. Ооо, я даже не заметил, что здесь жемчужина востока. Посмотрите, какая она красивая. Класс. Я вышел и не заметил. Нет, с каждой минутой мне Шанхай все больше и больше нравится. Сначала он мне вообще не понравился из-за того района, куда я пошел в этот парк, потому что там были одни ничеброды, это было ужасно. На меня все пялились, и когда я снимал на камеру, подходили, какую-то херню несли. Вот. А сейчас мне очень нравится шикарный город, просто шикарный. Я поднялся, блин, такая красота, даже не верится, что это Китай. Смотрите, как красиво. Я в восторге. У меня такое ощущение, что я в Гонконге, только Гонконг преобразился. Да. Теперь я могу сказать на 100%, что Шанхай мне очень нравится. И здесь сейчас очень чистый воздух. Прям вообще нет загрязнения. Смотрите, как красиво. Просто нереальная красота. Все, теперь у меня появился еще один любимый город. Если вы приедете в Шанхай в первый раз, не езжайте в этот парк сразу. Приезжайте в центр города, чтобы вам понравился город. Иначе вы разочаруетесь, как я в самом начале. И на этом все, наверное, ребят. Уже темнеет, у меня сел почти GoPro, у меня сел фотоаппарат. Это было такое маленькое путешествие со мной в Шанхай. Я сюда еще вернусь. У меня будет много свободного времени. Поэтому я сделаю хороший репортаж. А это было так еще. Превью. Теперь вы пример разднаете, что та Шанхай. Ну, а более глубже о нем мы узнаем попозже. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Делитесь им в социальных сетях с твоими друзьями. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok